День с толком Еще 15 минут о хороших новостях и не очень Безоговорочная победа единороссов В Барнауле подвели итоги выборов Из Барнаульской многоэтажки выселяют спортивную школу В ней обучаются дети из малообеспеченных семей Как сегодня нам сказали из комитета Вы можете искать сами помещение Какое вам в этом районе удобно будет Куда теперь пойдут 400 воспитанников? Косплеи, игровые зоны и азарт Как в Барнауле прошел киберфестиваль Но в начале о погоде, которая еще утром радовала своим теплом А к вечеру решила порадовать в данном случае в кавычках Сильным ливнем градом Ледяные горошины обрушились на жителей Барнаула В основном индустриального района Там же затопило и улицу Малахова Под мостом вы видите вообще образовалось озеро Здесь вновь работает откачивающая техника Не может проехать общественный транспорт Глохнут автомобили Почему ливневая канализация не справляется? Вопрос риторический Ведь о проблеме коммунальщики знают Подобное происходит каждый раз после проливных дождей К другой теме Тишь да гладь Иными словами, без конфликтов Так, по мнению председателя краевой избирательной комиссии Ирины Акимовой, прошли выборы 8 сентября В Алтайском крае Собственно, этого от них и ожидали Насколько были активны избиратели? Представители какой партии празднуют победу? И действительно ли было все так гладко? Расскажем прямо сейчас Жители были активны Как в районах края, так и в городах Хотя эти выборы нельзя назвать масштабными В Барнауле на участках ждали лишь часть жителей Железнодорожного района А вот желающих проголосовать было значительно больше Вчера на горячую линию избирательной комиссии Алтайского края В основном практически это 99,9 звонков Которые поступали По крайней мере часов до 20.00 Это были звонки А вот все-таки я принимаю участие в выборах Я даже уже посетил То помещение, где у нас Обычно наша участковая избирательная комиссия располагается И вот немножко не понял Голосует ли наша территория В Барнауле выбирали всего одного депутата На округе номер 2 Вместо ранее снявшего с себя полномочия Безоговорочную победу одержал представитель Единой России Известный спортсмен Иван Нифонтов Почти 41% голосов Второе место у Ивана Арцебашева Представитель КПРФ Третьего Петра Кайдаша от ЛДПР Последний, кстати, наблюдал за ходом выборов И заметил, что конверты с результатами Досрочного голосования были доставлены на участок Без подписи одного члена избиркома Принято решение участковой избирательной комиссии Связанное с тем, что Если есть какие-то сомнения Хотя бы в наличии одной подписи То тогда признать все бюллетени Недействительно излеченных с этих конвертов Эту ситуацию Ирина Акимова назвала рабочей Отметила, что к нарушениям ее отнести нельзя В целом, по мнению Крайсберкома Выборы прошли спокойно На дополнительных ВКЗС по округу номер 2 Победу одержал Владимир Репкин Больше 43% голосов Второе место у КПРФ На третьем справедлива Россы Партия власти праздновала победу и в Бийске На довыборах в Гордуму по округу номер 2 Победил Александр Казаков По округу номер 6 плавчиха Жанна Нечитейло К слову, триумф и единороссов Нельзя не заметить, как и новые лица Принимавшие от них участие в компании Не просто так По мгновению волшебной палочки Достаточно глубокий анализ был По кандидатам Прощупывание, опрос, анализ А еще была стратегия Которая заключалась в тесном контакте С избирателями, резюмировала местное руководство Единой России Поэтому три четверти избирательных мандатов у них В ближайшие дни в Крайсберкоме Подведут окончательные итоги выборов Ведь они будут считаться завершенными Лишь когда почитают расходы бюджета На их проведение Татьяна Голубева, Александр Антропов День с толком В Барнауле из многоэтажного дома Выселяют спортивную школу В ней занимается 400 детей Из малообеспеченных семей Спортклуб расположен в подвале дома И там же в подвале находится Изношенная труба с горячей водой Коммунальщики считают, что такое соседство Опасно для жизни Но родители, тренеры и сами дети С этим не согласны Кто прав, пыталась разобраться Полина Жданова Дмитрий и Данил Мастера спорта по боксу Достигли успехов Благодаря ежедневным тренировкам Для США номер 10 Но боевой настрой рушит Возможное переселение Из родного спортклуба Негде будет готовиться Негде будет тренироваться Если просто помещение дадут И там ничего нет В этой школе тренируются Малоимущие дети Бесплатно Поэтому родители и тренеры Муниципальной спортшколы Забили тревогу Когда сибирская генерирующая компания Предписала им выселиться Из-за изношенных И перегруженных теплосетей В подвале А вот и яблоко раздора Те самые тепловые магистрали Которые по каким-то причинам Находятся внутри помещения Хотя по всем правилам Такие опасные трубы Должны располагаться под землей По словам собственников Этих теплосетей Сейчас нет необходимой территории Чтобы их перенести Зато есть полномочия Расформировать бесплатную секцию Потому что по словам Тех же собственников Эта труба угрожает Безопасности и здоровью детей Тепломагистраль появилась В подвале еще в советские годы А в 90-е В помещении открыли Дю США В этом году На уже изношенные магистрали Увеличится нагрузка И угроза порыва возрастет Мы написали письма В администрацию Администрацию района Городскую администрацию О том, что находиться там Людям небезопасно Температура теплоносителя Высокая Это перегретая вода До 130 градусов Цельсия Сегодня подвал считается Непригодным для тренировок Но родители готовы рисковать Потому что до этой школы Удобно добираться Дети обрели второй дом Да и вложено сюда немало В эти помещения Летом, в июне В июле 2019 года Было вложено только в ремонт Порядка 700 тысяч рублей Если было такое предписание То зачем было вкладывать Вообще эти денежные средства сюда Логичный вопрос Эффективного использования Средств и так далее Но мы не можем ставить На чашу весов Средства И какие-то трагедии Тем более детские Три направления решения Этой проблемы Вынести трубу За пределы Либо Огородить детей От этой трубы Ну, неким препятствием Либо Совсем Закончить С темой Что дюша там будет находиться Всех детей И расселить И спокойно Эта труба Должна Там существовать Спортивный комитет города Уже нашел помещение И постепенно его оборудуют Но пока что Тренеры школы Непреклонные Продолжают проводить Занятия в подвале Так как официального Запрета на его эксплуатацию От собственника нет Родители спортсменов Будут обращаться в суд За экспертизой Чтобы убедиться В правомерности Переселения детских секций Полина Жданова Николай Шилко День с толком Центробанк выпустил монеты С портретом Михаила Калашникова Конструктор самого известного Автомата в мире Теперь изображен На серебряной двухрублевой монете Общий тираж Три тысячи монет Серия посвящена Столетию Калашникова Которая, кстати, отметят 10 ноября На малой родине Оружейника В селе Полковниково В Банке России Отметили, что Выпущенные монеты Являются законным средством Платежа на территории Всей страны Первые монеты На днях вошли в бород И, кстати, в интернете Уже появились перекупщики Которые предлагают Приобрести вот такую Двухрублевую монету Калашникова За 4-5 тысяч рублей Спортивная эстафета Для школьников Прошла в Барнаульском Микрорайоне Дружный При поддержке Жилищной инициативы Организаторы праздника Для детей Краевой центр Физического развития Спортивная инициатива Как прошли соревнования Расскажет Полина Жданова Ученики 133-й школы В микрорайоне Дружный Провели выходные Под девизом В здоровом теле Здоровый дух Массовая зарядка Спортивная эстафета И квесты Соревновались и первоклашки И выпускники Мероприятие День здоровья При нашей поддержке И поддержке Компании Жилищная инициатива Направлена На развитие Массового спорта Ну и поддержание Детей В хорошей физической форме Микрорайон Дружный Один из построенных Жилищной инициативы Здесь есть И детские Спортивные площадки Детский сад И школа С огромным стадионом И бассейном Теперь на постоянной основе Краевой центр физического развития Будет проводить здесь Массовые спортивные мероприятия Для всей семьи У нас район Густонаселенный И вот такие мероприятия Они Скажем так Повышают активность Жителей нашего района Именно спортивную активность Но больше всего Радуются дети Им нравится бегать Прыгать Посещать мастер-классы По волейболу Теннису Встречаться с барнаульскими Спортсменами Еще больше школьники Любят занимать На эстафетах Первые места Эмоции у тебя какие были? Ну что мы выиграли Я была рада А вот что тебе больше всего понравилось? Ну как мы с Палочкой бегали Мне больше всего понравилось Подавать подачу А еще что? Мне очень понравилось Что приехала команда университет Участникам соревнований Выдали грамоты за старания Но самое главное Что получили дети Желание заниматься спортом Тем более в микрорайоне Дружные для этого созданы Все условия Полина Жданова Алексей Фризин День с толком Больше тысячи зрителей Собрала в День города Площадка Сибирской медиагруппы Она стала одной из самых популярных И ярких точек На карте празднования Дня города 2019 О том чем радовали И удивляли барнаульцев Расскажем далее Песни, танцы, веселье и радость Сцена сибирской медиагруппы Стала подарком барнаульцам На день рождения их города А в день рождения Как известно Дарят лишь самое лучшее А потому барнаульцев радовали Яркие танцевальные коллективы А также зажигательная ковер-группа Зизи-поп И вообще все супер Очень нравится музыка А то, что живая Это вообще прекрасно Настроение классное Но и рядом со сценой было чем заняться Работала фотозона, где все желающие могли сделать модное 3D-фото Агентство недвижимости «Жилфон» предоставило возможность барнаульцам помечтать Нарисовав или раскрасив квартиру своей мечты Здесь же можно было бесплатно сфотографироваться с Хаски И в течение нескольких минут получить готовый магнитик с фото А автоцентр «Реал» провел розыгрыш призов среди владельцев автомобилей марок «Субару» Погода просто маленько подвела Так все замечательно у нас Все организовали на высшем уровне Кульминация программы – народное караоке Сотни барнаульцев спели хором любимые песни А кто петь не хотел, с удовольствием потанцевал Накануне в Барнауле прошел фестиваль киберспорта Косплей, зона виртуальной реальности, крупный денежный фонд А ведь когда-то этот фестиваль зародился в Биске Теперь фестиваль «Алтай Кап» – важнейшее событие цифрового мира за Уралом Подробнее расскажет мой коллега Андрей Дреер Понять, что они говорят, могут только фанаты В ДК города встретились четыре мощнейших сибирских команды по киберспорту Только в этот раз финал турнира «Алтай Кап» перерос в настоящий киберфестиваль С косплеем, игровыми зонами, конкурсами и подарками Так расширять присутствие цифрового спорта на Алтай Решил депутат Государственной думы Александр Прокопьев Главный организатор турнира Все началось три года назад в моем родном городе Биске Алтайского края Небольшая площадка, география участников турнира была Алтайский край и Республика Алтай Зрителей набиралось не более 50 человек Сегодня мы во дворце культуры нашей краевой столицы города Барнаула И сегодня в этом зале не хватает мест для всех желающих И эмоции, как в настоящем спорте, и данные нужны, как ни странно, физически Очень важна скорость реакции Министр цифрового развития края признался, что тоже порой садится за компьютерные игры Но предлагает разделять понятия Ведь профессиональный киберспорт это для края важный элемент цифровой экономики А для игроков работа Это не простое времяпрепровождение На текущий момент это развитие тех самых soft skills Когда необходимо уметь работать в команде Общаться, выявлять лидеров, взаимодействовать друг с другом И, конечно же, интеллектуально развиваться А для того, чтобы развиваться в киберспорте Нужно тратить много усилий И сами игроки уверяют И тренировки изматывают, и травмы случаются Как я всегда говорю, для детей, кто начинает играть Дети должны понимать, что это работа И эта работа еще может быть похлеще, чем что-то делать на заводе Потому что это, во-первых, сидячая работа А во-вторых, ты много времени на это утратишь И личной жизни у тебя нет в это время Масштаб фестиваля привлек многих гостей Но здесь самый ожидаемый Роман Дворянкин Он генеральный менеджер команды Virtus.pro Которых по уровню игры можно назвать Барселоной в мире киберспорта Привлечь такого зрителя было важно Ведь если Роман заметил игрока То карьера точно обеспечена Мы в прошлом году на парламентских слушаниях В Государственной Думе познакомились с Александром Сергеевичем Прокопьевым Он рассказал про турнир, который он здесь делает При поддержке своего фонда Я подумал, что всегда здорово и интересно увидеть Как развивается киберспорт В таком достаточно удаленном от Москвы регионе Очень впечатлен тем, что здесь происходит Аншлаг как в фойе, так и в зале Очень позитивные, интересные эмоции Приметил ли Роман кого-нибудь из сибирских игроков? Напрямую не сказал, но дал понять, что потенциал региона есть Принято считать, что гиберспорт это что-то новое Но на самом деле ему достаточно много лет Это сформировавшиеся отрасли Это огромная индустрия Это глобальное социальное явление И это не только игрок и тренер Это еще и множество смежных профессий Участники турнира разделили призовой фонд в 150 тысяч рублей Две победившие команды получили по 50 тысяч на коллектив Организаторы отметили Турнир Алтай Кап будет становиться только масштабнее Видимо дальше стадионы Андрей Дреер, Алексей Фризин, Николай Шелко Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Evalar Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей